Значит, так Алексей и не сказал, Евгений Владимирович, не сказал Алексей все-таки, что он думает по поводу этой схемы с телеканалами. Вот как? Ну, действительно, звучит очень все по-рабочему, так это может выглядеть. А перспективы все-таки, да, на то, что это все будет в тексте, и что действительно на эти правила игры все согласятся, и будет это все проголосовано, я пока не очень себе это могу представить. Дорогие друзья, а кого из олигархов на сегодня вы видели несогласных? Вот скажите, какие с политикой партии? Ну, все договариваются. Включите новости, включите ток-шоу на больших холдинговых телеканалах, посмотрите на риторику ведущих, посмотрите на акценты, и у вас вообще не будет ни одного сомнения, что они и так выполняют все, что сказано оттуда. Дорогие украинцы, вот смотрите, для того, чтобы бороться с олигархами, не нужны никакие специальные законы в Украине. За счет чего у нас сформировались олигархи вообще априори? За счет того, что они стали хозяевами монополий, которые раньше принадлежали государству. Неважно, энергетика, полезные ископаемые, облгазы, так или иначе, все это в руках антимонопольного комитета, который переходит от каждого президента к каждому президенту, поскольку назначаются их люди главами. Но у Зеленского этот антимонопольный комитет уже два года. Есть хоть один штраф, есть хоть одно постановление о дроблении бизнеса и передаче, как было с Рокфеллером и Стандартойл 100 лет назад в Соединенных Штатах? Нет. Касательно, ну вот мы говорим там депутаты, влияние. Друзья, это называется политическая коррупция. Как можно пролоббировать через депутаты или фракцию или депутатскую группу? Прийти и дать им взятку. Но у нас такое количество правоохранительных органов, опять-таки, которые подчиняются президенту. У нас такое количество иностранных органов в виде НАБУ, САПа и так далее, которые борются с коррупцией. И тоже там нет подобных результатов. Вспомните, как все хорошо начиналось. Вот снимем неприкосновенность, заживем. Помните, да, с депутатов сняли неприкосновенность. Хоть один на скамье подсудимых? Нет. Примем закон о народовластии и заживем. Приняли закон о референдуме, хоть один провели? Не провели. Примем там закон о специальных следственных комиссиях, ну так называемые об импичменте президента. Но он недееспособный. То есть все это не работает. Что делает Зеленский на сегодня? Ему нужно сохранять рейтинг. Конечно, борьба с олигархами это вопрос, который культивируется в Украине с момента их появления. Потому что всегда есть определенная непиетета, зависть и ненависть к людям, которые сильнее и богаче. Бороться с ними очень популярное дело. Высокий рейтинг власти это всегда залог того, что все остальные политические силы, плюс игроки на политическом рынке, ориентируются на лидера. То есть они не выходят из-под контроля, и у них мыслей даже нет пошатать Зеленского, хотя он им нравится или не нравится, это уже второстепенный вопрос. Но как шатать человека, у которого рейтинг больше 30%? Бесперспективное, неблагодарное дело. Скорее всего, можно проиграть. Поэтому это пиар. Еще раз повторяю, есть специальные законы, есть органы, которые всем этим процессом могут поставить жирную точку. Более того, есть беспредельный орган СНБО. Вот смотрите, вы знали фамилии контрабандистов или там воров в законе? Не знали, да? Вы увидели список там из 500 человек. Данилов сказал, что это контрабандист, а это, допустим, как его зовут? Вор в законе, да? Их всех санкционно, моментально вывели. Скажите, у нас список олигархов неизвестен? Что-то я решения СНБО не вижу. И по вопросу национализации, смотрите, я категорически выступал всегда против и сейчас против того, что государственные критичные монополии находятся в частных руках. Это макрорегулятор экономический. Та же стоимость энергоресурсов. Почему плохо монополия? Безальтернативность. То есть, по сути, происходит диктат цен и влияние на экономику. Можно ли их вернуть? Ну, наверное, можно. И есть цивилизованные способы национализации. Да, делается оценка актива, смотрится, выполнены ли приватизационные обязательства. Не выполнили, вернули. Если выполнили, оценили, сколько стоит актив, сколько в него было доинвестировано, выкупили. Так живет Европа. Если вы думаете, что можно прийти, махнуть шашкой и сейчас все забрать, ребят, вы сейчас проверите, окажется, что у этого актива куча собственников, среди них американские фонды, европейские инвесторы и так далее. Это так быстро не работает. Но просто вот есть вопрос, действительно, борьба ли это или желание нравится нашим избирателям во имя собственной безопасности политической. Второе. Расчистить дорогу для транснационального капитала или, в крайнем случае, подвесить. Ведь олигархи могут быть любимые, а могут нет. Но тут вы говорите про Коломойского. Скажите, а мы не помним все, что государство доинвестировало 6 миллиардов долларов в дыру приватбанка? Или вы забыли? Это же деньги налогоплательщиков. А что с Коломойским? А, каким-то его менеджерам предъявлена целая эпидозра. Спустя три года. Спустя санкции, которые Америка по Коломойскому провела. Ребят, не врите. И так всем очевидно, кто вас кормит. И что вы получаете зарплаты в конвертах. И что коррупция начинается именно с вас. И что голосуете вы как зайчики, потому что без конверта плохо голосовать. То есть, если сейчас вы говорите 5 тысяч, да, или там кто-то говорил. Я слышал, сейчас ставки 25. И получаете вы в офисе президента. И все стали ровненько. Если раньше финансово-промышленные группы выдавали, то сейчас выдают аккуратно в офисе. И взяли под контроль, и большинство снова появилось. И никуда вы деться не можете. Потому что все предыдущие, бывшие, фотографы свадебные, кто угодно такой зарплаты в жизни в реальном рынке не видели. Поэтому у вас благополучие и счастье. А народу, ну такое, на потеху. Все вот это шоу, которое будет либо избирательно работать, либо не будет работать вообще. Еще раз повторяю, механизмы есть. Венеславский, как юрист, это прекрасно знает. И вот это новое изобретение, чтобы мы не по фене олигархами называли, да, а критерии выработали. Не может быть мотивации для принятия этого закона. Шум просто пустой. Спасибо.